По соседству с растущими маленькими елями в этом году здесь расположилась огромная пушистая красавица, на которую сразу же загляделась Лариса Жарова. Она живет вблизи филиала Третьяковской галереи и, проходя мимо, восхитилась масштабами будущей конструкции 16 метров. Только на проспект Средина были елки, а здесь вообще елок не было. Абсолютно никаких. И вот это первая елка. Поэтому я вот иду и удивилась. Новый год, Деда Мороза не хватает с подарками, а так все хорошо. Снега, чуть-чуть снега надо. Ну, снег уже идет. Кстати, все. Уже будет. Сейчас рабочие уже закончили сбор каркаса елки и крепят ветви, каждая из которых скоро озарится яркими огнями. Скорпотливо. Сначала каркас пришлось собирать, потом вот эти вот веточки маленькие. Каждую веточку приходится вставить, ее распушить, то есть развернуть все составляющие ее, еще маленькие веточки, подключить на четыре ветки один разъем. Разноцветные шары сделают елку еще более эффектной. К концу недели специалисты муниципального предприятия «Самара-Гурсвет» обещают завершить работу в этой локации. Всего же на сегодняшний день предприятие украсило город на 80%. Осталось завершить монтаж иллюминации на площади Куйбышева и в историческом центре Самары. Мария Елевина, Константин Головин. События.